В этом году Булат Назарбаев, младший брат Нурсултана Назарбаева, стал владельцем самого дорогого на планете суперкара Бугатти, стоимость которого 4 миллиона долларов США. Еще у Булата есть рынки, недвижимость, земельные угодья. Одна только квартира в Нью-Йорке стоит 20 миллионов долларов. Средняя месячная зарплата казахстанца-горожанина не достигает и 500 долларов, а у жителей сельской местности она не доходит и до 300 долларов. 20 миллионов долларов хватит, чтобы обеспечить на всю жизнь целый аул с населением полторы тысячи человек. И это, если продать всего одну квартиру Булата Назарбаева. Но Булат бедный родственник по сравнению со средней дочерью президента Казахстана. Динара Нурсултан Кзы покупает огромную виллу на берегу Женевского озера за 80 миллионов долларов. По подсчетам журнала Forbes, ее капитал еще в 2007 году достигал приблизительно 2,1 миллиарда долларов. Минимальная пенсия в Казахстане – 124 доллара. Средняя продолжительность жизни – 67 лет. Двух миллиардов долларов хватит, чтобы обеспечить минимальными пенсиями на всю оставшуюся жизнь 250 тысяч стариков. Состояние Дариги Назарбаевой, старшей дочери лидера нации, составляет 593 миллиона долларов. Единовременное пособие на ребенка в Казахстане – 339 долларов. Состояние Дариги хватило бы на выплату единовременного пособия почти 1 миллиону 700 тысячам матерей. Младшая дочь Назарбаева, Алия, тоже девушка небедная. Она является крупнейшим казахстанским застройщиком. Ей принадлежат громадные бизнес-центры и жилищные комплексы Казахстана. Но при нехватке эконом-жилья в Казахстане, Алия строит дома для богатой элиты, а не для молодых семей. Если национализировать имущество Алии, можно обеспечить жильем все нуждающиеся молодые семьи Казахстана. По закону о первом президенте Республики Казахстан, все имущество президента Назарбаева и его семьи неприкосновенно. На него нельзя наложить никакие ограничения и конфисковать. Такие огромные доходы на фоне нерешаемых проблем Казахстана ничуть не смущают Назарбаева и членов его семьи.